Убили Орал, убили Жаик и теперь убиваем Балхаш. Это эксперты, так высказываются, о методах правительства обеспечить народ водой. Дело в том, что сегодня премьер-министр напомнил Акимам, что у них осталось полтора года, чтобы стопроцентно провести воду в дома каждого казахстанца. Казалось бы, дефицит этого ресурса проблема одна из первых и социально значимых. Но успеют ли Акимы выполнить план и как такая спешка может отразиться на экологии Казахстана? В этой непростой теме разбиралась Саяна Санакова. Сто процентный доступ к услугам водоснабжения имеют казахстанцы только в 9 областях страны, а регионов у нас 17. По данным Минтранспорта, наименьший уровень охвата питьевой водой в области Абай, Павладарской, Костанайской и Североказахстанской. В этом году на строительство и реконструкцию системы из госбюджета предусмотрено 218 миллиардов тенге. В прошлом году предусматривалась сумма больше – 280 миллиардов. Однако жалобы как были, так и остались. 43,5 тысяч нареканий от казахстанцев поступило в Кабмин. Первый повод – изношенные сети, второй – частые порывы. А иногда бывает и так, что инженерные сети вроде как и провели, а воды так и нет. У нас на местах неорганизована служба эксплуатации. То есть кто эксплуатирует водопровод, кто следит за техническим состоянием, вот этой службы нет. Такие факты в последнее время участились. Тендр случайно люди выигрывают, они даже не выезжают вместе, проектируют. Если норматив строительства его не построят, он пойдет в удорожане. Сейчас практический проектировщик компетентных не остался в Казахстане. Некачественные проекты, некачественная строительство. Эксперты предлагают принять новый закон – закон о питьевой воде. По нему эксплуатация водных сетей будет четко обозначена, а проектировщики некачественных водоводов понесут конкретную ответственность. Однако по плану обеспечить жителей региона водой на 100% нужно до конца 2025 года. А это значит, что осталось года полтора. Эксперты и экологи уверены, что проблема здесь не сколько в спешке, которая может навредить водным ресурсам, а сколько в советском подходе нашего Кабмина. Это неправильное решение. Опять-таки они основаны на подходах прошлого, когда водой отдельно, воду отдельно рассматривают для питьевой воды, для промышленной воды. Вот этот раздельный подход, он убил Райское море, он убил ЖАИК, он сейчас убивает Бахаш. Необходимо поменять подход от этого разделенного, расчлененного на целостный бассейновый подход. Деньги, которые выделяются эти миллиарды и триллионы, это все направлено на то, чтобы добить основу для водообеспечения водой. К слову, влияние на экологию в правительстве сегодня не обсудили. Оно и понятно. Дефицит воды – вопрос социальный. По словам премьер-министра Бектенова, некоторые проекты по строительству групповых водоводов реализуются годами. К примеру, вот такая проблема. В селах Талапкер и Кожимокан Акмолинской области внутри поселковые сети проложены. А проект по строительству группового водовода с месторождения Кинджибай и Рахам Жанцай еще только на стадии реализации. Казахстанцы, по словам Бектенова, жалуются на высокий износ. К примеру, из-за Нуринского группового водовода в Акмолинской области в прошлом году был объявлен режим ЧАЭС местного характера. Теперь по поручению премьера в приоритетном порядке разрабатывать будут проекты по замене сетей с износом более 70%. Саяна Санакова, Мансур Танкибаев, Атамикен Бизнес.